Есть в Дмитрове строительный объект, который с самого начала своей реализации вызвал немало жарких споров и судебных рисков. Строительство пассажирской пристани на месте грузового порта имеет как массу сторонников, так и противников, прежде всего из-за жилых домов, которые также возводятся в рамках проекта. Сейчас идут работы по строительству второй очереди, которая включает в себя возведение еще одного четырехэтажного жилого дома, детского сада на 80 мест и того самого речного вокзала, о возрождении которого дмитровчане мечтают уже несколько десятилетий. В ближайшем месяце уже начинаем, мы сейчас занимаемся вывозом вот этих шпалок, которые нам оставили предыдущие хозяева, вы сами видите, в каком безобразном состоянии оставили нам. Мы сейчас занимаемся вывозом вот этого моста, подготовкой площадки, но в ближайшем месяце уже мы начинаем забить первые сваи, и я думаю, что за полтора года мы его построим. А храм тоже будет, да? Одновременно будет, да, потому что и храм тоже будет там, свайная площадка. Мы сейчас почистим площадки и подгоним сюда сваебойную машину специальную, потому что мы обследовали ближайшие дома, бить сваи нам нельзя здесь, поэтому специально сваебойную, выдавливать будем сваи, для этого надо расчистить площадки. Пристань возводится исключительно на частные деньги, но на земельном участке, принадлежащем муниципалитету. Схема простая, инвестор получает право строительства жилого комплекса на берегу канала имени Москвы на выгодных для себя условиях, но строит пассажирскую пристань, небольшую часовню и детский сад, и передает все это городу. С точки зрения инфраструктуры, речной вокзал и жилой комплекс вокруг него будут фактически автономны. У них будет своя система электроснабжения, а уровень обеспеченности питьевой водой будет в разы выше необходимого минимума. Проверки на этом объекте проводятся нашим отделом с момента подачи и извещения начали строительства, фактически с нулевого цикла. На некотором этапе застройщикам был этот объект приостановлен для того, чтобы все силы перевести на первую очередь, на первую линию гавань. Ну вот сегодня возобновляются работы, в принципе, замечания по проверке пока касаются содержания площадки, в частности, тех же железобетонный лом, который остался от предыдущего владельца этой площадки. Ну и организация работ в целом после паузы в работе в возобновлении стройки требует некоторых мероприятий. Своя пассажирская пристань у Дмитрова была еще до революции. Известен исторический факт визита в наш город в 1858 году императора Александра II, когда он посетил располагавшийся у пристани дом местного купца и отведал дмитровских домашних пряников. Правда, строительство железной дороги между Москвой и Петербургом на долгие годы снизило значение старого водного пути, и все реже ходили через Дмитров пассажирские суда. Строительство канала Москва-Волга резко изменило судьбу Дмитрова. Из тихого провинциального городка он в считанные годы стал превращаться в быстро растущий промышленный центр. Сотни тысяч заключенных и вольнонаемных рабочих в кратчайшие сроки за 4 года и 8 месяцев возвели более 240 различных гидротехнических сооружений. Снова стал популярен и Дмитровский речной вокзал. Но в 1963 году на месте пристани был открыт грузовой причал. Через него в столицу шли крупногабаритные строительные грузы – песок, гравий, соль, щебень, древесина и промышленное оборудование. И вот два года назад грузовой причал закрылся, чтобы дать жизнь новой современной Дмитровской пассажирской пристани, которую, мы надеемся, частный инвестор построит в срок.